Комиссия по развитию Арктики наметила стратегию работ на шельфе Александра Емельяненков. Рисунок к статье. Новые технологии и новую технику для Заполярия, Севморпути и работ на шельфе представили в Москве членам Государственной комиссии по развитию Арктики во главе с вице-премьером правительства Дмитрием Рогозиным. А на заседании самой комиссии, которая прошла в открытом для пресс-режиме, руководители федеральных ведомств и главы северных регионов России обозначили свое видение приоритетов на арктическом направлении. Заседание было первым и, как ожидалось, во многом установочным. А сутевую роль Госкомиссии по развитию Арктики в вице-премьер Дмитрий Рогозиен, ставший ее председателем, обозначил еще накануне перед членами морской коллегии. Возвращаемся к вопросу о том, что у России есть в техническом и психологическом плане для освоения огромных арктических богатств. Чуть позже, комментируя масштабную проверку готовности наших вооруженных сил к действиям в условиях Арктики, он заявил, что задача состоит не в милитаризации этого региона, а в реализации здесь экономических интересов России. Читайте также, Россия начала восстанавливать северный морской путь. Вчера эта тема получила дальнейшее развитие. И на государственном, и на бытовом уровне нам предстоит избавиться от психологии временщиков, которая нашла яркое и точное отражение в расхожей фразе «Заработаем на севере, потратим на юге». Дмитрий Рогозин призвал сделать выводы из истории прошлого века и не повторять опыт добычи богатств Арктики варварским способом. Арктика должна быть эталонной зоной частоты, акцентировал вице-премьер. Поэтому экология у нас в числе ведущих приоритетов. Напомним, положение о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 23 марта. Тогда же был утвержден состав комиссии. У председателя, которым назначен Дмитрий Рогозин, пять заместителей, министр энергетики Александр Навак, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр транспорта Максим Соколов и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Владимир Назаров. В состав комиссии вошли представители нефтяных и газовых компаний, вышли должностные лица субъектов Федерации, полностью или частично входящих в состав Арктической зоны, полномочные представители президента России в отдельных федеральных округах, представители аппарата Совета безопасности, администрации президента, других государственных органов, научных и общественных организаций. Создание комиссии, как было заявлено, призвано организовать взаимодействие федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, других газорганов и организаций при решении социально-экономических задач развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности. Читайте также. Дмитрий Рогозин предложил создать единый закон об Арктике вчера, комментируя выступления губернаторов Архангельской и Мурманской областей Игоря Арлова и Марины Ковтун. Вице-премьер и председатель комиссии согласился с тем, что в вопросах развития арктических территорий федеральным властям и созданным ими органам управления надо активно сдвигаться на север. Касаясь развития севморпути, Дмитрий Рогозин дал прямое поручение Министерству транспорта повстречаться с губернаторами и обсудить, каким образом приблизить администрацию севморпути к тем регионам, где надо управлять транзитом и обеспечением безопасности. Считаю, что надо быть ближе к теме в прямом смысле этого слова. По его словам, и в Архангельской, и в Мурманской областях, и на Чукотке есть возможности, которые можно и нужно активнее использовать при подготовке судов и кораблей для прохождения севморпути. Особое внимание, подчеркнул Дмитрий Рогозин, должно быть уделено социально-экономическим вопросам. На севере России, напомнил вице-премьер, живут коренные и малочисленные народности. Для них Арктика, родной дом, зона их культурного и бытового существования. Важно создать экономические рычаги сохранения и приумножения потенциала самобытной культуры народов русского севера, заявил Рогозин. Причем многие вопросы развития региона должны быть максимально делегированы местным властям, чтобы те в диалоге с соседями исходили из своих природных, климатических, культурных особенностей. Перед началом заседания, как уже сказано, на открытой площадке перед гостиничным комплексом Украина были представлены современные образцы техники, оборудования и экипировки для проведения работ в условиях Крайнего Севера. Еще одна выставка, уже в стендовом формате, была представлена в фойе перед залом заседания. Тем временем членам Госкомиссии по развитию Арктики по каналам спутниковой связи прямо со льда в районе Северного полюса поступил доклад, что развертывание сезонной дрифующей станции СП-2015 практически завершено. Начальник станции лично подтвердил, что официальное открытие ледового лагеря состоится, как и намечено, 18 апреля. В этот день полярники ждут на льдине Дмитрия Рогозина. И он подтвердил, что планы не изменились. Скоро увидимся.